Здравствуйте, с вами Александр Логинов. Поздравляю всех с праздником, Днем Народного Единства. Желаю вам здоровья, успехов и процветания. В наши дни немногие из россиян могут правильно ответить на вопрос, какой праздник мы празднуем, в чем его суть и почему именно в этот день. В советские времена обычного человека также меньше всего заботила политическая составляющая праздника 7 ноября. Хотя, конечно же, пропагандистская машина КПСС работала на полную мощь. Для обычного человека главным было то, что 7 и 8 ноября были выходными, не рабочими днями. Я думаю, что в этом нынешние россияне ничем не отличаются от советских людей. В этом небольшом видео я делюсь своими воспоминаниями о всенародных демонстрациях трудящихся в честь 7 ноября. Отношение к демонстрациям у большинства населения страны советов было, мягко говоря, прохладное. На демонстрации мы ходили по приказу, а беззаловка всегда вызывает какое-то внутреннее отторжение, неприятие. Но время идет, и как это нередко случается, воспоминания о прошлых событиях становятся с каждым годом все более приятными, веселыми, а иногда и забавными. Неучастие в демонстрации в те годы было нарушением трудовой дисциплины, гораздо более серьезным, чем, к примеру, прогул или пьянство на рабочем месте. Но каждый или почти каждый пытался предпринять какие-то шаги, чтобы от демонстрации, как говорится, открутиться. Все пытались строить какие-то планы, кто-то хотел навестить родных и близких, живущих в другом городе или в деревне, кому-то просто хотелось в выходные дни съездить на рыбалку. Надо сказать, что сценарии всех демонстраций были похожи, как братья-близнецы и, по сути, не менялись десятилетиями. Но в то же время для каждого конкретного человека содержание, так сказать, демонстрации никогда не повторялось один в один. Почему? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вместе рассмотрим процесс проведения демонстрации, так сказать, с управленческой, менеджерской точки зрения. Другими словами, проследим технологию этого грандиозного мероприятия, воспроизвести которое в нынешних условиях, я думаю, попросту невозможно. Ведь в крупных городах в демонстрациях участвовали сотни тысяч людей, ну а в Москве так вообще миллионы. Итак, вспомним, как это выглядело внешне. Центральная площадь города. На ней загодя устанавливаются трибуны для партийных и советских руководителей. Выстраиваются специальные трибуны для почетных гостей, каковыми были ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, передовики производства. Перед трибунами стройными рядами проходят колонны трудовых коллективов города с флагами, знаменами, портретами членов политбюро ЦК КПСС, с портретами космонавтов, других знаменитых людей. Как тогда говорилось, портретами тех, кем гордится страна. Каждый трудовой коллектив несет или везет на тележке эмблему своего предприятия. За эмблемой обычно следует специально оборудованная грузовая автомашина, на которой изготовлен макет выпускаемой продукции или расположены сами образцы такой продукции. Например, двигатели, моторы, рулоны с тканями, железобетонные панели и так далее. С трибун непрерывно несутся здравицы. Слава Коммунистической партии Советского Союза! Ура! Братский привет трудящимся всех стран и континентов! Ура! Да здравствует нерушимая дружба рабочего класса, трудовой интеллигенции и колхозного крестьянства! Ура! И так далее. Когда колонна предприятия приближается к трибуны, громкоговорители разносят над площадью здравицу, обращенную к этому коллективу. Привет работникам Ордена Трудового Красного Знамени Завода Транспортного Машиностроения! Ура! Итак, движутся колонны. Дистанция между колоннами отдельных предприятий метров 15-20, для того, чтобы предприятие могло зафиксироваться, так сказать, перед трибуной и на экранах телевидения. Скорость движения колонны равномерная, одинаковая, здравицы одни и те же. Для зрителей на трибунах и перед экранами телевизора все демонстрации похожи одна на другую, но не то для участников демонстрации. Здесь всякий раз своя внутренняя драматургия, своя интрига, свои нюансы. В чем же суть этих различий? Во-первых, дело в том, что порядок, очередность, продвижение колонн перед главной трибуной определяется местом этого района в предпраздничном социалистическом соревновании. А победители в этом соревновании практически каждый раз другие. Во-вторых, место конкретного предприятия в колонне района также устанавливается каждый раз по результатам производственно-технической, так сказать, экономической деятельности этого предприятия. И, следовательно, внутри колонны происходит постоянно перестановка от демонстрации к демонстрации. В-третьих, исходя из того, что место предприятия в колонне меняется, часто, правда не всегда, меняется место сбора для участников демонстрации. Обычно демонстрация начинается в 10 часов утра, заканчивается через 3,5-4 часа. Поэтому конкретный человек мог закончить свое шествие на демонстрации, допустим, в 10 часов 30 минут. А другой раз на следующей демонстрации он мог завершить свою демонстрацию в 14 часов. Ну и, конечно же, погода. Куда без нее? Всевышний всегда имеет возможность внести свои коррективы в сценарий мероприятия, проводимого атеистами. К месту сбора предприятия на демонстрацию нужно было приходить к 9 часам утра. Само шествие по площади перед главной трибуной занимало обычно 10 с небольшим минут. Все остальное время, эти 3,5-4 часа, шла подготовка именно к этому торжественному маршу по главной площади. И для того, чтобы в нужном порядке выстроить колонну, организаторы проделывали огромную организаторскую работу. Последний отрезок пути перед главной площадью длиной примерно километр можно назвать финишной прямой, на которой как раз и происходило выстраивание всех колонн в нужном порядке. А теперь представьте себе карту своего города. Главная улица, ведущая главной площади, финишная прямая. По этой главной улице движется праздничная колонна, а в нее, как ручейки в реку из всех прилегающих дворов, улиц, переулков, парков, скверов, вливаются все новые и новые колонны демонстрантов. При этом никаких перестановок, никаких вольностей. Все в строго установленном порядке. Мы говорим сейчас об официальной части мероприятия. Для организации этого мероприятия в каждом трудовом коллективе назначался начальник колонны. Он получал указания из райкома КПСС, он уточнял с руководителями подразделений списки участников, он распределял, кому и сколько нести знамен, портретов, каких-то транспарантов, он устанавливал задания по количеству воздушных шариков, ленточек, бантиков и так далее. Но помимо этого официального начальника колонны, в каждом трудовом коллективе добровольно или, так сказать, принудительно обычно выдвигался еще и неофициальный организатор. Назовем его массовик. Этот массовик собирал деньги и организовал закупку бутерброда, горячительных напитков. Традиции многих коллективов в то время было похвастаться именно во время демонстрации каким-нибудь особенным способом засолки огурчиков или испеченными по новому рецепту пирожками с капустой. Дегустация напитков и закусок начиналась практически сразу же после сбора на месте. Строгое начальство, как правило, смотрело на это сквозь пальцы. Да и то сказать, 3-4 часа на морозе без согревающих напитков вынести не так-то просто. Хотя были, конечно, термоса с чаем и кофе, но они проблемы не решали. Само продвижение колонны от места сбора к главной площади не было таким монотонным, однородным. Поскольку главная задача состояла все-таки в том, чтобы правильно пройти именно по главной площади, то в процессе движения колонна временами замирала на 10, 15, 20, 30 минут. Затем мог быть ускоренный марш бодрым шагом. Могло потребоваться бежать буквально полкилометра с этими транспарантами, иногда они были большими и тяжелыми. Потом снова останавливаться. Вспоминается любопытная деталь. Многие коллективы практически одним и тем же составом ходили на демонстрации в течение десятилетий. Все знали всевозможные маршруты. Все было продумано, предусмотрено. Но почему-то всегда не хватало загодя заготовленного спиртного. Почему-то всегда приходилось докупать такие напитки по дороге в процессе демонстрации. Не забудем, что в демонстрациях обязаны были участвовать все работающие, в том числе и продавцы. Поэтому большинство магазинов 7 ноября или, допустим, 1 мая открывались только после обеда. Но на той массовике, о которых я уже сказал, при любом варианте маршрутов по пути следования колонны всегда находилось некоторое количество маленьких магазинчиков, которые за половину праздничного дня умудрялись сделать месячную выручку по продаже спиртным. Когда колонна наконец достигала площади, люди уже были разогреты движением, напитками, закусками. И поэтому с удовольствием кричали «Ура!» в ответ на любую агитку. Шествие демонстрантов завершалось сразу после прохождения площади. Люди начинали растекаться по дворам и улочкам, выискивая, скажем так, пути домой, потому что общественный транспорт не работал. Но для них демонстрация заканчивалась. Дружеские застолья начинались, как правило, уже через несколько часов после завершения демонстрации. Люди обменились впечатлениями о демонстрации, делились новостями и начинали трапезовывать. Помню, в те времена в каждой компании обязательно находился человек, который произносил тост на кавказский манер. Хочу вспомнить пример такого тоста. В одной горной стране, в высоком прекрасном замке, жила была царица Тамара. Она была умна, богата, могущественна и прекрасна собой. И надумала Тамара выбрать себе жениха. Как продвинутая правительница, организовала она выбор в форме открытого тендера на замещение вакантной должности. Условия конкурса были такими. Царица стояла на балконе своего замка и держала в руке прутик с привязанным к нему белым платочком. Соискатель звания должен был на боевом скакуне с размаху взмыть в воздух перед царицыным балконом и шашкой срубить платочек, не затронув при этом прутика. Вызвались участвовать три джигита. Разогнался первый джигит, взметнулся ввысь вместе со своим скакуном, взмахнул шашкой и промахнулся. Куру, приказала надменная царица и молодого джигита, бросились в бурные воды реки Куры. Разогнался второй джигит, взмахнул шашкой и срубил платочек, но вместе с платочком отрубил и кончик ее прутика. В Куру, приказала царица. И вышел на старт третий джигит, и промчался он на своем боевом скакуне, и взметнулся он ввысь перед Тамариным балконом, и взмахнул он шашкой, и отсек он платочек, не задев прутика. Подвели к царице гордого победителя конкурса. Поглядела на него царица, поразвыслила минуту, затем повернулась к нему спиной и бросила через плечо. В Куру! Но царица, вскричал джигит, я ведь выполнил все условия. Не все, отметила Тамара. Главным условием было понравиться мне, а ты мне не нравишься. Я не хочу видеть тебя в своей опочивальне. В Куру! Эта печальная история заканчивалась таким тостом. Дорогие товарищи, поднимем бокалы за 63-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, которая положила конец этим феодальным безобразиям. Улыбнемся, друзья! С праздником вас! С Днем Народного Единства! Спасибо за внимание и до новых встреч!